МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спросить друг друга, какой вопрос, если повезет, они зададут Владимиру Путину. Мы зададим вопрос, касаемый изначально дальневосточной ипотеки. Практически в каждом регионе, в каждом городе нашего региона, сейчас проблема идет с тем, что цена растет, количество недвижимости уменьшается. Особенно это касается Амурской области, Благовещенска. У нас просто нет уже новых строительных объектов, все квартиры распроданы. И за год цена на квартиры выросла в пределах 30-40%. Та же проблема жилья и дальневосточной ипотеки, но уже от журналиста из Владивостока звучит иначе. Больше волнует перспективы снижения первоначального взноса, потому что далеко не каждая молодая семья, даже попадая под действие программы льготной дальневосточной ипотеки, может принять участие в этой программе. Жилье, отток населения, дорогой бензин, авиадоступность. Наряду с общими дальневосточными темами звучат и локальные. Илью Балханова из Бурятии волнует достройка ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Цена вопроса 30 миллиардов рублей. Без федеральной помощи тут не обойтись. Город разрастается, мощностей не прибавляется. И Улан-Удэ в ходе в топы по загрязняемости атмосферного воздуха. Ну и соответственно мы нуждаемся в ТЭЦ-2. Главная тема для Камчатки в этом году – экология. Загрязнение на Халактырском пляже потрясло не только жителей региона, но и весь мир. Мы всегда знали, что наша Камчатка чистая, красивая, замечательная. И тут оказалось, что у нас тоже может быть какая-то экологическая катастрофа. Поэтому мой вопрос связан с экологией. Важный и пока еще не закрытый вопрос для Якутии – строительство Ленского моста. Два года назад о нем уже спрашивали Владимира Путина на пресс-конференции. Работа ведется, но хотелось бы ее ускорить. Сейчас ведется проектирование и ведется с помощью двух компаний – это ВИЗ и Ростех. И, как говорит глава нашего региона, должен подключиться еще третья сторона, третье крупное предприятие, имя которое пока он не называет. Но такого конкретного, внятного ответа нет. В 774 аккредитованных журналиста по всей стране разделили на 8 площадок. Во Владивостоке собрались 50 человек. Буквально через несколько минут начнется ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В зале, в филиале Ростелекома в городе Владивосток собрались 50 журналистов, каждый из которых хочет задать вопрос. Но, естественно, не у всех это получится. И главная задача для каждого – это каким-то образом выделиться. Если в прошлом году в оффлайн-формате, в прошлых годах, точнее, все это делали благодаря ярким нарядам, ярким табличкам, то в этом году вряд ли это какое-то действие возымеет. Но посмотрим, что из этого получится. Добрый день. Большая пресс-конференция Владимира Путина началась. Через 8 тысяч километров из Международного центра торговли право задать первый вопрос получает Дальний Восток. То, что год был непростой, мы все и так прекрасно знаем, и даже сложно дать ему определение, но все-таки год был плохой или было что-то и хорошее, на ваш взгляд? Год был... что же плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода, она и есть погода. В следующий раз на связь с Владивостоком президент выйдет только единождем. В этом году пресс-конференцию совместили с прямой линией, то есть добавились вопросы от нежурналистов и включения из колл-центра. Поэтому каждый из присутствующих в зале понимает, шансы поговорить с президентом крайне малы. А потому после каждого вопроса все по инерции поднимают таблички, чтобы через камеры обратить на себя внимание Владимира Путина. Онлайн-режим пресс-конференции этого года обусловлен пандемией. В папках, которые на входе раздавали журналистам, набор масок. Сменить средства защиты напоминает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы с вами работаем уже больше двух часов. У кого одноразовые маски, не забывайте их менять. Через два с половиной часа слово вновь получает Владивосток. Второй и последний вопрос от дальневосточников касается экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Есть ли у вас новая информация от следственных органов, которая подтверждает серьезность обвинений в отношении Фургала? Вы сейчас меня спросили, есть ли какие-то дополнительные данные. Следствие работает, я же не названию туда каждый день, и дополнительных данных не требую. Надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд. Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, задержан под таким обвинениям, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Я понимаю, ну а как быть с этими обвинениями-то? Это же не какое-то политическое преследование. Это уголовное дело просто. И когда речь идет о представителях других партий, все то же самое происходит. О представителе «Единой России». Разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии «Единая Россия», совершившие правонарушение, были осуждены судом достаточно длительным сроком заключения. Некоторые из них до сих пор отбывают наказание. Всего за 4,5 часа Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Большая пресс-конференция в этом году не побила рекордов по продолжительности и количеству участников. Но тут скорее важен сам факт, что она состоялась, и президент лично прокомментировал важные для россиян темы. Мы сделаем все для того, чтобы максимально, именно максимально отреагировать на все ваши вопросы, на все ваши озабоченности и на проблемы, которые стоят перед страной, перед каждой российской семьей. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»